здравствуйте уважаемые зрители моего блога сегодня мы поговорим про такую интересную штуку как отечественный мембранный гравитационный фильтр для воды называется реофильтр это будет такой первый взгляд плюс я расскажу свои мысли по его модернизации уже испытания будут у нас другой раз сейчас пробежимся быстренько по комплектации сам фильтр в корпусе далее чехольчик к нему идет переходник бутылочная резьба мама мама для того чтобы подключить к нему какие-то бутылки далее все это у нас в такой коробке неплохой полиграфии бутылка похабная китайская совершенно безобразие в общем-то можно было не класть сэкономить там 20 рублей силиконовая трубка для подключения чтобы можно было организовывать так сказать в этот забор из каких-то таких источников просто кину трубку высосал воду но это тоже такое потому что в общем-то я не знаю пару ни одного туриста который бы кидал трубки воду и высасывал из фильтра потом фильтрат как-то это странно неудобно проще набрать бурдюк воду бутылку какую-то и отфильтровать гравитационно но это моё мнение еще у нас комплекте идет губочка для мытья чистки мембраны два запасных фильтра пред фильтр грубой очистки и довольно подробная инструкция глянем на сам фильтр в общем-то да есть прям снаружи глядеть видно что термопласт автомата у ребят нет и они использовали для корпуса то что смогли видимо купить в массовом так сказать доступе это просто пэт при форма для бутылок собственно снизу пэт при форма сверху так тоже достаточно похабненько приварено припаяна горловина обычная тут стандартная бутылочная резьба тут у нас более широкая по 36 миллиметров стандарт для кефирных бутылок для молочных бутылок и так далее есть у нас клопачок и поилка давайте разберем собственно говоря вот этот самый корпус весит там 70 грамм а вот это весит 20 грамм можно было что-нибудь полегче придумать я попозже расскажу в общем-то свои видения по модернизации в первом приближении да вот тут под крышечкой у нас расположен предфильтр фильтр грубой очистки основные такие всякие там листья ветки песок он будет задерживать далее у нас идет чехольчик синенькой он выполняет как функцию такого тоже фильтра предварительной очистки так и функцию защиты мембраны и также удерживание ее форме цилиндрической в общем-то решение интересное хорошее мне нравится далее скручены у нас тут сама мембрана этот белая размер пор 4 микрона в общем-то задерживает практически всю биологию самое главное что надо в походе и проложено это все металлизированный тоже к нетканным материалом это заявлено серебро для видимо обеззараживания но тут насколько она эффективно я так сказать судить не берусь дополнительно она работает вот этот металлизированная ткань как дистанционная проставка чтобы слои мембраны не склеивались между ними циркулировала вода и увеличилась так сказать расход они свернуты вот эти металлизированные штуки отрезки нанизан вот на эту трубочку то есть они съемные и вот у нас сама мембрана трековая то есть в отличие от фильтров самых распространенных мембранах на холофайбере мне кажется она будет в чем-то интереснее размер попор крупнее но это не так важно главное для меня это легкость чистки потому что холофайберовые фильтры фильтры они чистят только обратной промывкой а здесь сверху вот этот пленочка ее можно по идее просто протирать губкой это должно быть очень удобно в чистке сама эта мембрана также ее можно снять и вытащить у нас просто припаяны две трубки и вывод на паилку эти трубки никак не проводят воду они просто для размещения металлизированных этих поверхностей что тут можно еще сказать в общем сама мембрана очень высокотехнологичная ну как любой сложный наукоемкий продукт а вот корпус сделан так видимо низкотехнологично то есть какие-то простейшие пряменные материалы часто распространенно встречающиеся давайте мы его соберем и рассмотрим варианты использования основное лично для меня вообще небольшое лирическое отступление вот показатели мутности цветности воды там это все на выходе из фильтров они там могут быть какие угодно то ли грубо говоря если сравнить с каким-то сойером да и что у того есть сертификат что у этого есть сертификат никак не проверишь насколько они реально как бы им соответствуют но принимаем на веру и получается что если исключить вот все вот эти физико-химические так сказать и биологически самое главное в общем то чтобы чистила биологию бактерии яйцеглист и так далее в общем то это тоже в прикладных таких условиях не проверишь поэтому единственным фактором да вернее тремя единственными факторами нас является а цена на б этот фактор у нас является удобность использования и c это расход то есть сколько в общем то литров в минуту пропускает что то что то что то по цене этот фильтр 2000 сойер уже ближе к 5000 по удобству использования вот это вот самое важное какие варианты самое основное это гравитационный мы снимаем крышку прикручиваем переходник который делаем просто из двух склеенных крышек также с трубочкой между ними потом прикручиваем к этому бурдюк подвешиваем вода куда-то фильтруется удобно да это самый удобный способ на мой взгляд но он был еще более удобно если бы пробку можно было бы прикрутить сюда тогда бы мы собрали конструкцию которая одна в общем-то бурдюк с грязной водой подключен к фильтру и к фильтру подключена уже емкость для чистой воды тогда это все можно подвесить не надо следить куда стекает не надо все это трогать висит фильтруется само по себе тут поилка ничего с кем не сделаешь в принципе было бы удобнее проще лучше на мой взгляд эти вместо поилки также вот такая пробка была бы приварен это бы прям для меня бы сильно облегчило задачу поэтому пришлось мне на 3d принтер распечатать такую вот штуку сюда вставляется поилочка снизу прикручивается емкость для чистой воды и теперь это можно подвесить держится проще никуда не убегает при этом в общем-то фильтрат стекает уже сразу в бутылку приходится и сгаляться чтобы повысить удобность эксплуатации сама вот эта глубокая достаточно габаритная хотелось бы как-то это все дело уменьшить но понятно что размер фильтра неизменный до самого фильтра элемента что можно сделать можно использовать вот эту вот резьбу и использовать эфирные молочные бутылки в которых как бы мы экономим на массе вот этого контейнера который 70 грамм весит сам по себе при том что фильтр 20 что я дальше куда мне мыслить пошла в таком направлении у меня есть вот такой бурдюк гидропаковский у него широкая резьба и сюда фильтр хорошо влезает поэтому была сделана модель такого переходника накручивается и накручивается гораздо компактнее но появляется недостаток сам модуль мембраны довольно нежный если я все это скомку и кину куда-нибудь под сетку рюкзака то вероятность поломки большая очень поэтому собственно следующая модификация уже вот такая вот а также фильтр влезает и вкручивается это уже жесткая конструкция жесткого корпуса с отверстием чтобы туда проходил вода и он также замечательно вкручивается на гидропаковскую резьбу теперь это все можно сложить двое в четверо зацепить мотявочкой и получается очень компактно плюс масса нового корпуса 25 грамм то есть общая конструкция фильтра весь на 45 грамм что весьма легко по сравнению с конкурентами аналогами поэтому общий вердикт у меня пока по первым впечатлениям такой интересное техническое решение в области самого фильтра трековой мембрана которую можно легко протирать даже в походных условиях взять с собой там легкую губочку второе она должна меньше забиваться потому что там поры все как бы снаружи они как в холлофайберских мембранах там оттените намотаны третье с новым корпусом он получился легким и при совместимости с какими широкими резьбами получается вполне удачное решение вот именно его мы будем тестировать уже в походных условиях потому что то что здесь поилка да опять таки вот этот придется использовать второй переходник мелкий который я уже показывал но как говорится эксплуатация покажет поэтому на мой взгляд производителю надо задуматься модернизации парка оборудования чтобы делать более так сказать практичные корпуса если даже брать вот этот вот но я бы сразу бы делал внутреннюю резьбу тут наружнее поэтому переходник отдельный здесь бы тоже сделал резьбу бутылочную чтобы сразу можно было куда-нибудь вкрутить ну это вот чисто мое мнение пока по первым впечатлениям в общем-то все спасибо за внимание